17 декабря председатель Центробанка сообщила о новом решении по ключевой ставке. Она вырастет на 100 базисных пунктов до 8,5% годовых. Это седьмое подряд и самое резкое повышение ставки за последнее время. Такое решение стало ответом на растущую инфляцию, ставшую максимальной за последние пять лет. Начну с инфляции. Ее ускорение в октябре и ноябре было связано как с временными, так и с устойчивыми факторами. К временным можно отнести и сдвиг сроков уборки урожая, и значительный рост цен на новогодние поездки за рубеж, и сохраняющийся дефицит на рынке автомобилей из-за проблем с комплектующими, и ряд других ограничений на стороне предложения. Но даже если вынести за скобки быстро дорожавшие в этом году товары и услуги, то останется устойчивая часть инфляции, которая заметно выше нашей цели. И связано это с тем, что рост спроса продолжает опережать возможности расширения предложения. Другими словами, в новом году потребитель сможет наблюдать, как дорожает его продуктовая корзина. Растут ставки по кредитам и вкладам. Ранее экономист Казанского университета Тахир Рафиков предсказал рост цен в продовольственных магазинах на 10-30%. А что произойдет с рублем, расскажет Игорь Кох. В текущем курсе рубля, можно сказать, уже заложена вероятность такого решения Центрального банка. Если не будет никаких чрезвычайных событий, курс рубля останется более или менее стабильным, в пределах 70-75 рублей за доллар. По прогнозу Центробанка, результатом следующих заседаний может стать дополнительное повышение ключевой ставки. Однако к концу 2022 года инфляцию намерены снизить до 4-4,5%. Амир Ахтямов, Ариадна Кугушева, Фарид Захид Аглы, Универньюс.